Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Добрый день. В студии «Радио Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. С нами на связи из Подмосковья, я так понимаю. Да. Доброе утро, Анна Анатольевна Степанова. Театровед, преподаватель ГИТИСа уже долгие годы. Воспитавшая очень много театральных критиков, журналистов, специалистов, продюсеров. И в этом году Анна Анатольевна была членом жюри и премии «Золотая маска». Да, совершенно верно. И для меня это было очень почетное и важное занятие. Очень приятно. Анна Анатольевна, здесь в Латвии и в Литве тоже есть театральные национальные премии. Вот буквально в понедельник будет вручаться латышская театральная премия «Ночи игроков» с «Пельманюнакц». Но здесь немножко другой принцип. Здесь жюри и эксперты – это одни и те же. То есть есть просто жюри, которые в течение года смотрят спектакль, сначала выбирают номинантов, а потом выбирают победителей. А в России же по-другому. Есть эксперты, которые в течение сезона отсматривали все спектакли, собирали лонглист или шортлист. Я даже не знаю, как это назвать. Нет, они собирали лонг, а потом из лонга делали шортлист. О, двойная работа, да. Да-да-да, и это все. А потом шортлист уже принимали мы и начинали отсматривать спектакли, которые в нем указаны. Значит, у жюри уже другая работа. Жюри не нужно смотреть весь массив спектаклей, который показывается в течение сезона. Жюри нужно посмотреть только то, что уже отобрано, только номинантов и уже прицельно определенные роли, определенные спектакли, определенные номинации. Правильно? Да, совершенно верно. Можно я вот сошлюсь на статью, которая была опубликована ровно вчера. Написала ее моя ученица и моя выпускница, критик Аня Ацкая. Она просто брала все цифры, подводя итоги жюри «Золотой массы». Вот экспертный совет, о котором вы говорили, он смотрит более 200 спектаклей по стране вживую, как и читания, и около 300 на видео. То есть экспертный совет отсматривает спектакли на видео, и наиболее выдающиеся, судя по изображению, работы едут уже отсматривать вживую. И из того, что они отсмотрели вживую, они составляют сначала лонфрест, а потом шорки. Здесь вот такая структура. Значит, 500 спектаклей, 500 номинований смотрит экспертный совет. Совершенно верно. Вот остается 50 номинированных спектаклей из всей страны, которые традиционно обычно привозят нам в Москву. Вот из 50 спектаклей, это те спектакли, которые так или иначе попадают в номинацию, то есть это может быть даже одна номинация, а может быть и 10 номинаций одного спектакля. Бывает по-разному каждый год. И эти спектакли обычно весной, в марте-апреле показывают в Москве в рамках фестиваля «Золотая маска». И жюри работает обычно активно в этот период, оно смотрит все спектакли, которые привозят в Москву вживую, и потом выносит решение в последний день. И последний день это награждение, и очень быстро как бы фестиваль завершается. Тут там нет никаких пауз, ничего, фестиваль завершается вечером награждение. Да, конечно, только поскольку у нас «Золотая маска» все как бы разрастает и разрастается, то уже теперь зачастую спектакли «Золотой маски» начинают показывать, особенно музыкальные, в феврале. И вот в апреле, да, этот марафон подходит к концу, и все ждут очень торжественной церемонии вручения. Она обычно бывает, вот она бывала в Большом театре, в Музыкальном театре Скидеславского и Невероевича Кенченко. Это большой красивый зал, это постановочный, это целый спектакль «Золотой маски» обычно. И вот так вот кончается этот ежегодный марафон. Да, все должно было закончиться в апреле. Ну вот у нас в конце октября, в 20-х числах, была Мария Бейлина, программный директор «Золотой маски», здесь в эфире тоже по скайпу, и она рассказывала о том, как было принято решение в марте все перенести, как попали в ситуацию в октябре с тем, что все равно пришлось отменять эту большую церемонию. И было еще не очень ясно, как пройдет онлайн-церемония, но тем не менее, вот мы уже знаем итоги. Но я хочу у вас вот что спросить. Вы же тоже все собрались в марте месяце в Москве и даже начали что-то, по-моему, смотреть. Какой-то спектакль вы успели посмотреть до объявления локдауна в Москве в рамках фестиваля? Ну мы посмотрели, между прочим, наверное, спектакли «15-20». Я сейчас уже заботилась. В марте? Ну вот, нет, это все, да, действительно началось с конца февраля, и потом на нас это все упало. И последние спектакли мы уже собрали в масках, и уже дурацкие шутки по поводу золотой маски в масках и маски в жюри, и их было великое множество, но, честно говоря, шутки были горькие. Мы разъехались и разошлись, полагая, что на этом все, что наша миссия не выполнена, что, наверное, маска этого года, она таким образом совершила. И к глубокому моему, например, лично изумлению, я вдруг в августе получила отмашку от замечательной золотомасочной команды. Ну, раз у вас была Маша, то вы, Жень, я думаю, что вы с Машей прекрасно знакомы, а ваши слушатели наверняка поняли, что Маша очень профессионал высокого класса, и вообще команда золотой маски, надо вам сказать, ну, я многих знаю, и там работают мои ученики, но я смотрела на их работу в этих экстремальных, абсолютно военных условиях, и должна сказать, что это фантастика какая-то. Решения, которые принимались очень разумно, взвешено, это вот бережность по отношению к активаторам, вот эта способность маневрировать. В ситуации нашей пандемии мы же прекрасно знаем, что это дорогого стоит. Какие-то очень резвые, взвешенные, человеческие решения принимались команды на всех уровнях. Вот даже на уровне, там, я не знаю, нашего координатора, который работает в жюри. Вот это, конечно, потрясающе. И вот статья Анской, на которую я ссылаюсь, она, на самом деле, ее посыл, я совершенно разделяю, потому что она пишет, что в этом году золотую маску следует вручить команде золотой маски. Анатольевна, но тем не менее, вот вы в августе получаете письмо от команды золотой маски о том, что поехали дальше, продолжаем, правильно? Да. И вы начали досматривать спектакли, которые вы не досмотрели из номинантов. Но ведь, я как понимаю, не все смогли привезти уже осенью в Москву. Вы же сами куда-то уже теперь ездили, как жюри. Да, мы ездили в Псков, мы ездили в Крымноярск, мы ездили в Олдово. Спектакль, который в порядке невероятного исключения, спектакль, который нам не смогли показать, это гэс-опер, мы смотрели на видео. Все остальное практически привезли в школу, мы смотрели опять в Москву. Поэтому у нас такой был сентябрь и октябрь, но такие месяца напряженные. И это было довольно, скажу вам честно, довольно тяжелое, особенно с парьерами, тяжелое и нервное занятие. Ну да, вам приходилось ездить, когда, в общем, вы были к этому, а, не готовы. У вас были совершенно другие планы на это время, на этот год. Опять-таки, все-таки очень сложно перемещаться, особенно на дальние расстояния в самолетах, в этот период, когда все равно с вирусом было все непонятно. Есть он, нет он, существует опасность, не существует. Ну то есть, все равно это все было такое очень в подвешенном состоянии. Но, тем не менее, я так понимаю, что жюри продержалось. Вы все вместе поработали потом, приняли решение. И вот из этого списка номинаций, а сколько было номинантов? Значит, 50 спектаклей было, да, у вас примерно? Да, было 50 спектаклей. Сейчас просто я открою афишу и могу посчитать, сколько было номинаций. Вот драма большой формы – раз, драма малой формы – два. Я была в драматическом жюри, у нас еще и оперное жюри. Да-да, мы порывали. И вместе с оперным жюри мы еще как бы вместе решали судьбу номинаций в эксперимент. Такая универсальность. Значит, вот «Большая и малая формы» – два, работа режиссера – три, женская роль – четыре, мужская роль – пять, женская роль – два, плана – шесть, мужская – второго – семь, работа художника – восемь, художник по костюму – девять, художник по свету – десять, драматург – одиннадцать, и еще номинации в эксперимент в спектакле, и еще у нас были куклы. Они тоже относятся к вашему жюри. Спектакли, режиссеры, актеры, там это все было. На самом деле вот около двадцати номинаций, ну, 15 во всяком случае есть. – Анна Анатольевна, ну вот теперь давайте перейдем к тому, о ком мы можем поговорить теперь с полным правом, после того, как принято решение, люди получили свои призы и премии в онлайн, ну, как сейчас все на самом деле все и происходит. Мы тут очень в Риге радовались тому, что спектакль Сережи Дмитрия Крымова получил две золотые маски, да? – Да. – Получил за лучшую режиссуру Дмитрий Крымов и получил за лучшую женскую роль Мария Смоленина, да? – Смольникова. – Смольникова, да. – Да, простите. Потому что ровно год назад, в октябре прошлого года, этот спектакль был показан здесь, в Риге, в рамках программы «Золотая маска» в Латвии. Очень получилось так быстро привести спектакль из того списка, который вот только-только вышел в Москве и только был показан, и сразу был выбран здесь для программы. И зрители в Риге посмотрели. Я так понимаю, что он был одним из лидеров по номинации этот спектакль. Там было много. Он звучал в перечислении, когда вот была церемония, он звучал и в лучшем спектакле «Большой формы», и в других номинациях. И, конечно, мы тут все очень болели за Толю Белого, который прекрасно сыграл главную мужскую роль. Ну, я даже не знаю, главная ли она. Ну, наверное, все-таки это главная мужская роль. Хотя там главная героиня раздирается между несколькими людьми. Ну, конечно, главная. Ну, что это парень? Конечно, соперничал с куклой Сережа, но все-таки он у нас был совсем живой. Да. Вот скажите, пожалуйста, я понимаю, что работа жюри, она очень сложная. Выбирать из лучших лучшего – это всегда такое очень сложное занятие. И тут безоговорочная победа Дмитрия Крымова. Анатольевна, а вы не помните, он вообще получал эти уже, по-моему, да, золотую маску за что-то? Я не помню. Нет, на вручение Дмитрий Крымов радостно сказал, что это четвертая его маска, но на самом деле это первая его личная маска. То есть он впервые получил маску за режиссуру. Это не просто спектакль, хотя спектакль – это, конечно, прекрасно, но это как бы его собственная маска, которую он может принести домой, повесить на стенку. Так же, как и маска Маши, но у Маши вторая маска за ее собственную роль. Поэтому Дмитрий Крымов очень любимый и у нас режиссер. Режиссер, к которому все относятся с каким-то особенным чувством, потому что на нем, на его судьбе лежит отпечаток судеб его родителей. Великого режиссера Ката Лефреса и потрясающего критика Натальи Крымову. И у него были удивительные родители, про которых он только что сделал новый спектакль. Вот я хотела об этом тоже спросить. И я, на самом деле, со слезами просто смотрю и читаю все анонсы отзыва. Я его не видела, потому что все-таки я решила себя поберечь немножко, а уехала из Москвы. Но так странно, когда действующие спектакли, люди, которых ты знал, любил, которых обнимал. И вот этот отпечаток, вот этот удивительный театральный шлейф, он тянется не просто от Крымов, от своих великих родителей, но странным образом их судьбы вошли в его талант и вошли в работы. И надо вам сказать, что спектакль «Серёжа», который видели рижские зрители, спектакль «Серёжа» — это спектакль «Диалога». В какой-то степени с матерью там присутствует вот эта сыновья-любовь. В какой-то степени со временем, потому что для Крымова чрезвычайно важен… Вот я боюсь, что рижане этого не могли увидеть, а москвичи это видели. Ведь это спектакль, поставленный в художественном театре, где шло несколько спектаклей, где поставил несколько спектаклей Анатолий Васильевичев, и где когда-то был знаменитый, венчанный всякими сталинскими наградами, такой пышный, большого стиля, спектакль Анны Каренина. И Крымов выстраивал свой спектакль как разговор с тем временем, со сталинским временем. И поэтому там в финале появляется вот эта женщина, потерявшая сына в плотке, простая, несчастная, лишённая всего. Спектакль Крымова с понемысливой красотой, которую устроила Ваше Трегубова, сценограф этого спектакля, великолепный. Он разговаривает с красотой, помпезной красотой 37-го года той постановки. Помпезная красота. Все спрашивали, что там грустно, что там грустно. А вот на столкновение этих двух красот и нынешнего представления вдруг это всё рушится, и оказывается, что эта красота хрупкая, эта красота осыпается. И Смольникова играет эту хрупкость, и Смольникова играет эту толкость. Это на самом деле удивительный спектакль. И когда я его смотрела, я пребывала в этом диалоге и с персонажами, и с самим Крымовым, и с художественным театром, который от 37-го года через потрясающие драматические сюжеты дошёл до нашего времени. И интересно, что будет дальше. Поэтому мне кажется, что этот спектакль – это не просто инсценировка Анны Карениной, но это разговор о нашем XX веке, о нашем историческом. Очень важный и очень глубокий. Ну, помимо того, что это безумно красиво, помимо того, что это безумно смешно и трагически временами. И вот эти грани, они почти не чувствуются, эти переходы, как, впрочем, они не чувствуются иногда и в нашей... Вот, Анна Анатольевна, прямо сейчас окунули обратно в эти ощущения от спектакля меня. Спасибо вам большое. А тогда ещё поговорим про другого победителя, про спектакль «Преступление и наказание». В прошлом году мы посмотрели, здесь тоже два было спектакля Константина Богомолова в программе «Золотой маски» в Латвии. Была «Слава» и были «Мужчины и женщины». «Мужчины и женщины?» Нет. А мужья и жёны. Мужья и жёны, господи. Мужья и жёны, да, уже тоже, я сказала, вылетела и забыла. А мужья и женщины уже не встретили во всём. Ну, на самом деле, да. И, конечно, за Константина Богомолова очень многие тоже и переживали долгие годы, потому что номинировался, и как-то всё время проходила... Ну, была какая-то конкуренция, которая выигрывала, другие люди. «Преступление и наказание». Это спектакль, который он поставил в Санкт-Петербурге, в театре «Приют комедиантов». И он получил «Золотую маску» за лучший спектакль «Малой формы». Да, всё так. И на самом деле у нас в жюри были споры, потому что там ещё огромное количество других номинаций у этого спектакля. Но мы решили, что раз мы даём как бы вот эту награду за спектакль в целом, то не имеет смысла выдёргивать из этого изумительного ансамбля актёров по отдельности, потому что вот, ну, либо все, либо никто. Это, конечно, совершенно фантастическая работа и потрясающе удивительный актёрский ансамбль. Хотя сразу я вам скажу, что, конечно, моё сердце болит за замечательного артиста Новикова, в которой играл там следователь Марфин Петрович, он был номинирован ещё с одной работой в «Русской матрице» театра «Инсамбль». И, конечно, фантастический актёр просто вышел в класс. Ну, вот не хватает. Вот совсем. Ну да, много очень других номинантов параллельно было. Да, да, да. Но прежде чем говорить о спектакле «Преступление и наказание», я, конечно, хочу сказать о главном разногласии моим экспертным советом с решением по поводу спектакля «Слава». А, ну это прошлый сезон ещё. Нет. Нет, это в этом году тоже было, да? Что он не попал в номинанты. Был в том клисте. Ага. Но жюри, то есть жюри, экспертный совет под руководством потрясающего человека и критика, чрезвычайно уважаемого вновь, что не мешает мне быть с ней несогласной по этому вопросу. Дина и Годер приняли решение, насколько я знаю, тоже в муках, в борьбе и в долгих диспутах, не помещать спектакль «Слава» в шорт-лист. То есть не давать ему возможность бороться за... За премию уже, за приз. Вы знаете, с одной стороны, я этому рада, потому что спектакль «Слава», как мне кажется, это выдающаяся работа Константина Богомолова. Не боюсь этих пышных слов. Но совершенно я не рада, потому что мне решение экспертного совета не кажется справедливым. Решение экспертного совета было продиктовано этическим моментом. Вот здесь у нас довольно большая, сложная такая коллизия оборудования. Потому что экспертный совет снял этот спектакль из шорт-листа, мотивируя свое решение тем, что в спектакле в весьма неоднозначном образе возникает сталинская эпоха. Она выглядит привлекательной, она выглядит какой-то очень такой благородной. Я вам должна сказать, что когда я смотрела «Славу», это было в Москве и в Малом театре, то отдельный спектакль происходил в зрительном зале. Не знаю, как это было у вас в Рике. У нас в Москве это было, правда, это было отдельное зрелище. Потому что когда актриса Нина Усапова говорила о Сталине, что он отец родной, и не точно это реплики, то я, например, и половина зала начинала сползать по столу от хохот. Эта реплика, она звучала так сладенько, так красиво, так тупо, искренне, что это было дико смешно. А половина зала начинала утирать слезы и едва ли не бить в ладоши. Ирония Богомолова в этом спектакле, она очень иезуитская, она запрятана глубоко, она рассчитана на тех, кто способен ее прочесть. А те, кто не способен, пусть обнаруживают свою глупость, пусть бить в ладоши и льют слезы, как это и бывает на спектакле. И мне кажется, что вот это тестирование зрителя с великолепным спектаклем, с потрясающими актерскими ролями, с удивительным сценографическим решением. Это идиотская, тупой, конъюнктурная пьеса Гусева, стихотворная, ко всему прочему, с пробованием. Ну то есть вы уже видели. Да? Мне кажется, что это очень важный момент, тестирование зрителя, чтобы зритель сам отдавал себя отчетом в том, кто, куда его тянет. Может быть, с некоторым удивлением обнаруживает все какие-то пристрастия к этой сталинской идеологии, к этой сталинской эстетике, наконец. И мне очень жаль, что спектакле слова не были комбинированы. Для меня просто это боль. Потому что, мне кажется, это еще и важный такой вот поступок режиссерский, авторский. И очень важная социальная акция. И это акция доверия к зрителям, которым никто не дирижирует, которому никто не объясняет, что такое хорошо, что такое плохо, и так далее и тому подобное. Ну и плюс для БДТ, наверное, это тоже очень важная работа для самого театра, большого драматического театра, я имею в виду. Да, но сегодня, слава богу, БДТ переживает такой замечательный период, когда там много прекрасных работ, и очень интересно развиваются движения этого театра вот с тех пор, как там появился лидер новый Андрей Могучий. Что же касается «Преступление и наказание»? «Преступление и наказание» — это спектакли абсолютно минималистические, абсолютно аскетические. И я вам должна сказать, что многие мои коллеги-критики говорят, что, ну, боже мой, это актерские спектакли, особенно питерские критики, я очень люблю эти тексты. Наши питерские актеры, ну, вот они вышли, вот они сыграли, вот они, вот они, они, они. Ну, там где-то Богомылов мимо пробегал. На самом деле и в Москве, вот я слышала от своих студентов, когда они говорили, ну, да, актерские спектакли, а что там режиссуры нет, ничего не двигается, стоят они, разговаривают, ничего не происходит. Но это, опять-таки, Богомылов показал прямо противоположность способ режиссёрского решения спектакля, когда вот этот… Это не мир Достоевского в этом спектакле, хотя с Достоевским там всё в порядке, чрезвычайно всё бережно, чрезвычайно всё аккуратно, но это наш мир. Это мы вежливо улыбающиеся дружицы. Это мы держим такие дистанции, если вы вспомните спектакль, вы увидите, что актёры разведены очень далеко друг от друга. Вот эта дистанция, вот это нежелание эту дистанцию сократить и невозможность даже, когда это желание появляется. Это пустой, холодный мир, где не на что опереться, где нечему порадовать глаз. По сути дела, это спектакль о нашей нынешней разобщённости и о холодных муках наших в ситуации, в которой мы оказались. Вот эта холодная мука, которая не становится от этого легче, она становится, может быть, тяжелее, потому что эта холодная мука не даёт теплоты, она не даёт болеть слёз. Она заковывает людей в невидимую храню и делает их абсолютно одинокими, тотально одинокими. Новиков, мой любимый, который сыграл трагедию, вот Новиков, наверное, из всех персонажей этого спектакля, с такой тёплой, с такой простецой, умной, горькой, поконченный человек, поконченный человек, единственный, кто пытается кого-то вытолкнуть из, как выталкивает он Расковникова, в замечательном исполнении, замечательного актёра Лосяцкого, выталкивает из погружения в эту поконченность. Ну, такие пузыри все существуют в таких пузырях своих немножко, да? Да, и там, на самом деле, там нет никакого сантимента по поводу той же Сонечки Мармеладовой и Сонечка вдруг. Это любимые фильмы Богомолова, когда он играет с возрастом актёрским, когда он вдруг даёт роль Сонечки, возрастной, прекрасной актрисе, Игнатьевой, который тоже, к сожалению, ну вот, мы не да... Ну, мы все, мы действительно все валили за этот спектакль, это было совершенно единодушное решение. Сонечка состарена, она состарена вот этим опытом, она состарена вот этой своей жизнью, и это вдруг проступает в её физическом облике. Это спектакль тончайших режиссёрских решений, когда режиссёр, если он не умирает в актёрах, а формирует эти образы, формирует систему отношений актёра и образа, и за этим невероятно увлекательно следить, что не отменяет, впрочем, самого Сонечка. Да-да-да. Я хотела спросить ещё про две работы, про которые мы не упомянули, и которые мы здесь не видели. Это Иван Волков, который сыграл сиранод и биржерак в Санкт-Петербурге, в Большом театре, Александринском театре, и это работа режиссёра Николая Рощина на большой сцене, да? Да-да-да. И это такое как-то, ну, такое решение, на мой взгляд, какое-то очень интересное у вашего жюри, потому что там тоже была огромная конкуренция в этих мужских ролях. И то, что отметили Ивана Волкова, для меня, например, тоже было очень приятно услышать это. Ну, Иван Волков, который и композитор замечательного режиссёра Николая Рощина, и его первый актёр, его пропаганец. Соратник почти, ну, как бы, Пестеатрович, да, вместе делали. Да-да-да-да, они как бы такие вот, действительно, создающие свой театр вместе люди. Анна Анатольевна, я хочу вот сейчас немножко в историю, ведь Иван Волков начинал в Российском академическом молодёжном театре работать, молодым совсем. Да-да. Это была компания, которая, как бы, закончила и работала с Бородиным, и Бородиных там очень много занимала, они же много работали в юности, 20 лет назад. А потом Николай Рощин был приглашён Валерием Фокином в Центр Мерхольда со своими спектаклями вот этими полустуденческими, полу-на выходе, и стал вот таким вот его тоже в некоторой степени новым альтерагом Фокина в некоторой степени. И Фокин увёз его в Санкт-Петербург и вслед за Рощином уехали московские актёры тоже в Санкт-Петербург. Правильно? Ну, на самом деле у Рощина действительно была своя команда с театрами, с которой он делал спектакли. И был свой театр одно время, где была эта команда, потом театр закрылся в силу целого ряда обстоятельств. И, ну, вот они остались вместе, это очень важно. Но я хочу ещё сказать, что молодой Волков, сын Николая Николаевича Волкова, актёр, который был главным актёром Эфроса в театре на Малой Бронной, он был его героем, он был его проявлением, он, на самом деле, уже говорил эфросовскими этапами, он говорил на сцене как бы эфросовскими категориями. И очень любопытно, что Николай Волков в какой-то степени, ну, у меня были свои глюки, потому что выходит всё равно Волков, а я слышу интонацию Николая Николаевича, и вдруг у меня опять идёт этот шлейф в прошлое. Вот это преимущество долгой жизни и длинного бэкграунда театрального. И, скажем так, говоря, Волков-младший с Рощином повторяют в какой-то степени вот эту систему творческих взаимоотношений, что тоже очень дорого. Что же касается Сиранода Бержерака, ну, это, как всегда, у Рощина, это сложно, особенно на большой сцене, это сложно постановочный придуманный спектакль, которым он сам сочиняет сценографию, там много костюмов, там потрясающая сцена одевания мушкетёров, когда они надевают несколько слоёв одежды абсолютно исторически. И вот это блуждание между современностью, это разговор ещё, который вообще начинается с разговора о театральной пошлости. Вся сцена Смон Флери, те, кто знает пьесу, это актёр, которого всё равно прогнал с подмостков, потому что он был пошлый, бездарен. Вот рамка истории с Мон Флери, который после гибели Серано торжествует и, наконец, доигрывает свой сценарий, когда оборванный Серано, вот это очень хорошая режиссёрская работа, очень интересная, но работа Волгова с темой вот этого талантливого человека, убиваемого временем, неуслышанного даже самой прекрасной и самой умной женщиной, которая была рядом. Эта тема опять преломляется в сегодняшний день. Слишком много туфты, слишком много трэша, слишком много «Боже мой!» всплывают какие-то имена, за которыми ничего нет, а люди, за которыми так много смысла, так много боли, так много красоты, они остаются ненужными. Это нынешний спектакль и спектакль Серано де Бержра, который примен к нынешнему нашему времени. И вот это помпезное, меркальное торжество трэша и гадости, вот этой розовой, сладкой, дешёвой гадости и муки человека, который абсолютно всё понимает. Вот это что играл Волков. Это правда замечательно. Анатольевна, я хотела бы вот ещё заметить одну вещь в результатах этой «Золотой маски», что с одной стороны мы говорили сейчас о преемственности, вот об этом театральном шлейфе вы упоминали, который вы видите во многих спектаклях, и в том, что, например, и Константин Богомолов, который ещё несколько лет назад воспринимался как такой мальчик взрывающий, каноны в некоторой степени, молодая энергия такая, который набрал так, что делает спектакль идеальной формы и содержания. Но тем не менее, я хочу сказать, что, во-первых, мы видим вот это вот меняющееся поколение, когда дети выходят уже на другой уровень и становятся мэтрами и здесь я очень радую тому, что, например, актёры Тимофея Кулябина был отмечен в премии, да, и спектакль «Дети солнца» был тоже, наверное, один из фаворитов этой золотой маски, спектакль Тимофея Кулябина, совсем молодого ещё режиссёра, но который уже тоже очень опытный и работает в Новосибирске со своей труппой и давно, но и тоже преемственность поколений в этом есть, да, с его родителями, которые там работают тоже. И второе, что я хотела сказать, что два имени, которые меня очень порадовали, это Евгения Сафонова из Санкт-Петербурга, молодая режиссёр, но которая здесь получила премию за визуальную работу свою, да, она делала спектакль, в котором она и режиссёр, и сценограф, и она получила как сценограф, и второе имя, это Павел Пришко, который получил премию за лучшую драматургию в этом году, это спектакль «Сосед», поставленный театром «Пост» в Санкт-Петербурге, но ведь эта пьеса уже сейчас, по-моему, идёт в нескольких спектаклях в театрах, я знаю, что в театре на Таганке она вполне успешно идёт, вообще она пользуется большим интересом со стороны театров. Вот у нас есть ещё немножко времени, Анна Анатольевна, скажите своё любимое имя в этом, во всём. Ой, вы знаете, это абсолютно удар под дыхание, вот же нет. Нет, про кого мы не сказали, кого мы забыли, и вы бы сейчас напомнили. Про спектакль «Победитель» мы не сказали про спектакль в постановке Рыжакова в театре на Центринская конференция. Вот это спектакль, на самом деле, спектакль того же тренда, что и преступление и наказание Богомолова. Там, если вы, и ваши зрители, знают пьесу Ивана Верпаева, это череда монологов. Это такая, смоделированная драматургом, конференция, которая происходит в Дании. Конференция посвящена Ирану, проблемам этой страны. И там выступают разные люди. Каждый из этих людей говорит всё-таки о своём. Возникает тема Ирана, возникает тема ислама, возникает тема толерантности взаимоотношений, построения проблем. Но, тем не менее, каждый человек в этом монологе на этой конференции проговаривает себя, обозначает свою позицию, обозначает свой как бы вот статус в этом раскладе и не только в татарском. Я видела, сейчас скажу скороговоркой, я видела спектакль «Иранская конференция», поставленная в маленьком татарском городе Биске. Это была фантастика, потому что оказалось, что спектакль «Верпаева иранская конференция» вписался абсолютно в проблематику волнующего татарского зрителя «Маленького городка». Поэтому это очень хорошая пьеса Ивана Бирпаева, который тоже, кстати сказать, был со своей пьесой номинирован как лучший драматург, но он снял себя из номинации. И Иван Рожираков поставил «О господи, все, я с ума сошла, я соединю...» Виктор Рожаков Иван Рожираков Иван Рожираков с Виктором Рожираков. Измечательный режиссер Рожираков сделал примерно то же самое, что в том же тренде совершенно не то же самое, все по-разному, но это такой же спектакль. Выходит докладчик на иранской конференции и приносит свой монолог. И никто не пляшет, не поет, декорации не меняет. Там идет очень тонкая работа со светом, там идет очень тонкая и незаметная работа с тем, кто как взаимодействует со зрителем с сезалом. Все вот это тонкости режиссерские, которые обычный зритель не всегда замечает. Но какой это фантастический актерский состав? Не терзи, не как это сказать, не сыпьте нам соль на раны, потому что до последнего момента еще до конца сентября. Здесь все ждали, что иранская конференция приедет. Все-таки в октябре и будет показана, потом была перенесена на декабрь, и теперь мы ждем ее в следующем году. Поэтому я надеюсь, что все-таки это случится, и мы увидим иранскую конференцию здесь в Риге. Здесь есть своя версия. Элмар Синьков поставил онлайн в режиме конференции, иранскую конференцию с прекрасными латышскими актерами, и я надеюсь, что тоже это потом как-то трансформируется, может быть, в какой-то новый спектакль. Я знаю, что сейчас иранскую конференцию поставили в театре Оскара Сокаршуновса, так что спектакль просто попал во время, мне кажется, очень хорошо. Анатолия? Да, безусловно, но такого количества звезд Москвы и Санкт-Петербурга, как у Рыжакова в иранской конференции, я не видела давно. Это просто россыпь. Какая-то и там три состава, и три состава, все три фантастические. И Павел Прешко, белорусский драматург, спектакль «Еса сосед». Спектакль «Сосед». Вообще Павел Прешко с моей точки зрения наверное самый выдающийся драматург на нашем постсоветском пространстве. Это драматург, который бесконечно меняется, у него нет ни одной одинаковой пьесы. У него есть пьеса, написанная в тональности романтической, у него есть пьеса, написанная просто чистым матом, который звучит как стихи, у него есть в пьесе рискованное положение, у него есть пьеса про киборгов в потрясающей красоте садах и парках. И есть пьеса «Сосед», где молодой человек идет к себе на дачу и его прихватывает по дороге старик-сосед, одичавший от одиночества, и не выпускает его своими монологами. Замечательный спектакль «Театр-пост». Замечательная пьеса. Я очень рада за Павла Пряшко, хотя, честно говоря, мне ну вот это опять-таки не разорвало, потому что там рядом в номинации стояла пьеса «28 дней». «28 дней» это пьеса, что называется, на женскую тему, «28 дней» это женский цикл физиологический. И эта пьеса о том, что происходит с женщиной во время этого цикла физически, духовно, как складываются её взаимоотношения с партнёром, как она с ужасом понимает, что организм вдруг начинает крутить её, как собака, хвостом, как хвост собакой. Диктовать жизнь просто, да? Да-да-да-да. И одновременно там есть очень долгое размышление о жизни, поэтому мне кажется так, но всё-таки Прюшко, с моей точки зрения, Прюшко уже живой классик. И, наконец, я хочу сказать, что в этом году мы оборвали сериал, существующий в сетях, который каждый год снимал Дмитрий Волкострелов, создатель и, собственно говоря, идеолог театра «Пост», как мы не получили золотую маску. Вот, наконец, в этом году театр «Пост» со своим спектаклем, так, теперь у меня вылетело название спектакля про грамоты Новгородии, он получил золотую маску, и это великолепный спектакль, это опять спектакль о том, как история прорастает сегодня, как люди писали на этих берестяных грамотах какие-то смешные мелочи, но они вдруг действительно открывают и наши взгляды на нас самих сейчас. Анна Анатольевна, у нас время подошло к концу, но мы бы могли с вами еще разговаривать. Друзья, посмотрите «Оперу Гэс», пожалуйста, это тот, чему мы тоже не дали золотой маске, она есть в сети, это замечательная экспериментальная работа. Хорошо, спасибо большое вам огромное, привет Москве большой, и удачи всем фестивалям, а мы ждем тоже ночи игроков и будем обсуждать потом наши результаты Латышского театра. Хорошо? Привет и поклон любимой Риге. Спасибо большое, Анатолий, всего вам доброго, до свидания. До свидания, спасибо. Радио Болтком